На праздник ждали и гостей. С Днем библиотека Сеевку пришла поздравить галерея АЯ во главе с ее бессменным владельцем Олегом Радиным. В качестве подарка выставка, как всегда, от классики до авангарда. Связующая нить художественных времен на примере известной курской династии художников Шуклиных. Самый древний экспонат список знаменитой иконы знамени из мастерской Григория Шуклина помнит еще позапрошлый век. А один из современных образцов – картина его правнука Виталия, изображающая коренную пустынь наших дней. Дело в том, что литература, картины, музыка, все виды искусства, они неотделимы друг от друга. Ведь любая книга, я себе как художник читаю, первым делом открываем, а есть там иллюстрации? Нет. Интересно посмотреть, какая она, как она форма. Это же тоже влияет на то, как зритель, как читатель будет дальше ее читать. В экспозиции есть и образцы творчества курской династии, напрямую связанные с книгами, созданные ими экслибрисы. Книжные знаки, например, которыми занимался, как мой отец Алексей Юрьевич Шуклин, то есть создавал эти книжные знаки. И Василий Григорьевич Шуклин, мой дядя. Они явились родоначальниками курского книжного знака. Бонус – подарок от филателиста. Николай Пустников представил коллекцию редких почтовых открыток и марок с изображением самых известных библиотек России. Так, например, Красноярская библиотека, когда ссылку ехал Ленин, он занимался в этой библиотеке. Знаменитая Румянцевская библиотека, именно в этой библиотеке находится музей истории книги, который сегодня открыли в стенах Осиевской библиотеки. Награды и презенты – дело приятное, но настоящий подарок для библиотеки в век современных технологий – заинтересованный чтением посетителей в ее стенах.